На страже чистоты и порядка. Жителям региона представили парк автотехники, которая задействована на уборке транспортных артерий города. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Содержать в чистоте улицы города всегда было делом непростым. Сегодня в помощь коммунальным службам приходит современная техника, позволяющая минимизировать силы, затраты и сделать город по-настоящему чистым. Машинист Алексей Овчинников работает на автогрейдере среднего класса и уже изучил эту машину вдоль и поперек. Эта машина предназначена как работа круглый сезон. Она предназначена для профилирования, предназначена для грейдирования дорог, также для дорожного полотна, также для уборки снега, наледи. Вот бывают шишки на дороге такие ледяные. Все она убирает, меняем гребенку и продолжаем работать дальше. Также работа на откосах. Сергей Андреянов на страже чистоты окружной столицы совсем недавно. Однако успел поработать как на старой технике, так и на новой. На этой тоже неплохо работает. Всему научился, работает. Это комфортнее намного, чем мазыто, конечно. Неудобства на старой технике. Чтобы передачу включить, это надо помолиться. От профессионализма водителей спецтехники зависит многое. Например, состояние автопарка и износ техники. К слову, все сотрудники «Чистого города» – квалифицированные специалисты. Выучились мы в ГОПе на все категории. Даже на трекол, которых здесь нет. На все категории выучились трактористов. Получились дополнительные специальности автогрейдера, машиниста-погрузчика. Амкадоры, самосфалы, МКСМ, МКДУ, Чистик, автогрейдер, МАЗы – сегодня ровным строем выставили на площади перед мэрией. Полюбоваться автопарком пришли и самые маленькие жители региона. Технический арсенал предприятия укомплектован машинами для работы во все сезоны года. Автопарк ежегодно пополняется новой техникой. Основной целью нашей с 2017 года было обновление парка, улучшение условий труда работников нашего чистого города. С 2017 года мы обновили на 65% парк техники. То есть мы закупили 16 новых единиц, часть из них представлена здесь. Итого мы потратили на сумму порядка 100 миллионов. И вы видите, что сейчас совершенно другая и культура работы, и отношения работников. И это, безусловно, сказывается и на качестве уборки города. В принципе, и в дальнейшем мы собираемся вместе с депутатами городского совета придерживать именно таких приоритетов, чтобы основные бюджетные средства направлять на благоустройство нашего города. Теплая погода внесла коррективы в работу сотрудников чистого города. Машинисты выходили в четыре смены. Не покладая рук и не жалея сил, мужчины делали все для того, чтобы жителям региона было комфортно. Мы плавно уже переходим на весенне-летний режим работы. То есть это одна-две смены. То есть снег в городе закончился. Теперь весь акцент сделан на уборку песка, на восстановление ограждений, ремонт дорожных знаков. С наступлением положительных температур, плюс 10 и выше, займемся уже нанесением дорожной разметки. Новый автомобиль для нанесения дорожной разметки сейчас в пути и прибудет в регион в июне. На данный момент всего в парке чистого города 43 единицы техники. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.